Всем привет, дорогие друзья! С вами Gameplay. Меня зовут Юрий Аксёнов, и это обзор на игру The Maze Runner, то есть Бегущий в лабиринте. Данная игра сделана по мотивам фильма, который сейчас идёт в кинотеатрах, и давайте посмотрим, что нам нужно делать. Но, наверное, из названия игры вы уже поняли, что это Runner. Итак, у нас есть пять персонажей, из которых мы можем выбирать. Сейчас я вам о каждом расскажу. Первый герой вам доступен по умолчанию, у него низкая скорость, низкая выносливость. Второго персонажа Уинстона вы можете разблокировать за 50 тысяч золотых монет, вот так вот, и играть за него. У него уже более высокая скорость и выносливость. Дальше Томаса, Терезу и Минхо вы можете разблокировать только за донатные денежки. Но я их разблокировал через программку, сами знаете какую. И давайте, например, выберем этого персонажа. У нас есть определённые миссии, которые нам нужно пробегать, и на каждой миссии нам необходимо находить зацепки, то есть какие-то своеобразные карты. Делать какие-то пометки для того, чтобы выбраться из этого лабиринта. После того, как я поиграл в эту игру, мне действительно стало интересно посмотреть фильм, какой у него вообще сценарий, откуда эти лабиринты взялись. Нам вначале же сказали то, что мы были якобы то ли похищены, то ли что, и мы оказались вот в этом месте. Управление стандартное, как и для всех раннеров. Бегаем, свайпами мы меняем направление нашего движения, свайпами вверх прыгаем, свайпами вниз делаем подкат, ну и так далее. Единственное, что отличает эту игру, то что здесь нам нужно обязательно искать вот эти вот кусочки карты. Если вы, например, не соберёте, то вы дальше пройти не сможете, вам придётся перепроходить данную миссию. То есть этот раннер не бесконечен, а раннер по миссиям, что, конечно же, тоже является, наверное, хорошим плюсом. Если вы два раза тапнете на экран, то вы ускоритесь и тем самым успеете пробежать между закрывающимися дверями. Так, давайте, давайте что сделаем. Давайте выйдем, может быть, в главное меню. Как нам туда выйти? Нажал я вот следующий забег. Наверное, зря я это сделал. Так, как выйти назад? Где кнопочка меню? Ну, и так, всё-таки я попал в главное меню, и давайте посмотрим, что здесь есть ещё. Есть раздел «Лифт». Здесь вы будете получать ежедневный подарок. И давайте посмотрим, какой у нас подарок сегодня. Сегодня нам дают 500. Лифт, наверное, тоже как-то связан с, так сказать, сценарием фильма. То есть, видимо, там им как-то через лифт дают какие-то ресурсы и вообще проводят какой-то, наверное, эксперимент над этими людьми. В общем, если вы, наверное, смотрели этот фильм, то вам, безусловно, будет интересно играть. Ну, а если вы уже, значит, сначала сейчас, например, играете в эту игру, как я, то вам, наверное, станет интересно, что же это за фильм и какого чёрта они вообще бегают по лабиринтам, как они здесь оказались и, в общем, как-то так. Ну что ж, вот такой вот обзорчик на игру «Maze Runner», «Бегущий в лабиринте», вы посмотрели только что от меня. Скачивать или не скачивать, конечно, решать вам. Естественно, то, что это «Runner», это, наверное, больше печально, чем, к счастью. Но, наверное, смысл фильма можно передать именно через «Runner», потому что всё-таки здесь нужно много бегать и искать выход из лабиринта. Ну что ж, всем большое спасибо за внимание, подписывайтесь на канал и найдите выход из лабиринта, чтобы не умереть в нём любой ценой.